Всем огромный привет! Меня зовут Ирина. Сегодня мы гуляем около отельца Радуга парк. Мы сегодня снова поехали по делам мужа. Я его в ожидании и гуляю с Алёнушкой. Просто посмотрела, спит она или нет. В общем, сам Терце уже как-то показывали. Наверное, не раз. А этот парк, почему-то мы как-то прогуливались по нему, но не так далеко. Оказывается, тут есть большая территория достаточно. Она очень чистая, аккуратная, вся в камерах. Всё для детей, для прогулок. В общем, мне понравилось. Я её сегодня распробовала и вот сейчас гуляю по ней. На заднем фоне сам Терце. Колесо, на котором Максимка с папой катались. Я и так на нём и не прокатилась. Там небольшой прудик и другие развлечения. А я сейчас гуляю по тропинкам, где также гуляют мамочки с колясками и минимум народу. Вообще, приглашаю вас с собой прогуляться, пока я жду своего мужа. Сегодня не радует. Плюс 15, а здесь где-то проходила вообще плюс 11. То дождь, то ветер. И небольшой насморк у меня остался. Вот. Всё рассказала. Вот такой вот пруд. Видно, как рябь идёт, что ветер задувает. Колесо, оно работает. Там всё закрыто, всё классно. Может быть, даже как-нибудь и мы с Алёнкой прокатимся. Я, кстати, доходила вот сейчас до этого колеса по тропинкам. Там он всё в тропинках. Сейчас пойду по другим дорожкам, чтобы всё посмотреть. Там он водопад. Ну, с детками, в принципе, гуляют, играют. На сегодня будничать день, поэтому не так много народу. Но, в общем-то, пойдём, наверное, потихонечку. Как раз Аленушка заснула, то она всё возникало. Я хотела по магазинам пройтись, она ни в какую. Здесь начинается канатная дорога. Как там, правильно, дорога с препятствиями. Вот. Цепка его я такую видела, ну, вот, Маяковского. И сейчас здесь. Она, кстати, большую территорию имеет. И тут есть всё, что душево годно. Кто вот любит полазить, поползать, попередвигаться. Вон там мальчик один участвует сейчас, проходит он этапы. Вообще, всё есть, как мне кажется, всё новое такое. Ну, по крайней мере, выглядит так всё. Обновлённым, красивым и надёжным. А вон, кстати, камеры, которые висят по периметру. А здесь уже за забором вот машины, которые привозят товар, разгружают, парковка и всё такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут, кстати, все прогуливаются, ещё фотосёщие делают. Места красивые. Тут, на самом деле, как в лесочке, таком чистом облагороженном, что почему бы и не пофоткаться. Место вообще классное. Даже дышится, как будто не в городе. Как будто на самом деле за город выехали и гуляем. Ну, как видно, мне кажется, что вот сзади, где я показывала, спереди дорожки чистые. Здесь даже мусорок нет и мусора нет. Это очень хорошо значит, следят за парком. У меня такая коляска неудобная. У нас три коляски. Вот это она самая такая походный вариант. Мы её брали для самолёта. Но она вообще неуправляемая. Одной рукой невозможно. Она маленькая такая. Мы, конечно, её всё повесили. Вон там, Алёнка, дрыхнет. Но она вообще не управляется. Две другие у нас. Одна в стирке. А другой сейчас я на балконе Алёнку иногда укачиваю, чтобы она дома поспала. А вот это сейчас с нами по всем нашим разъездам. Машины её кидаем, Алёнку сажаем и поехали. Так. Здесь вот большое место. Как я понимаю, какие-то торжества можно проводить. Она закрытая. Беседка, как это правильно назвать. В общем, у меня у сестры одной там типа такой же свадьбы проходила. Открыто. Вы знаете, церемония. Давно ещё. Здесь подсолнухи даже есть. Так. Тут много чего. Сейчас пойдём, наверное, прямо. Правда, там в горочку будет. Сейчас посмотрим. Тут и ролики, и батуты, и самокаты, и всякие машинки. Вон, такая большая стоит машинка. Вон, наверное, сейчас наверх пойдём, а то я прямо уже ходила. Здесь катаются на роликах. Здесь катаются на роликах. Написано, в любую погоду научим кататься. Вон там девочка одна. А тут был батут из деклатона, кстати, на котором Максимка прыгает у нас постоянно. Большая тоже территория. Большая тоже территория. В общем, тоже территория была для отдыха, а теперь торговый центр. У нас же везде так строят торговые места, где было раньше хорошо просто, как на природе отдыхать душой, а не деньги тратить. Так, выехала я на тропинку. Кстати, погода потеплее стала. Сейчас посмотрела, аж плюс 18. Такие скачки, вообще жуть. Ой, всё равно кажется, что перед дождём, потому что комары залетали. Солнышко так прогревает, что душно становится. Алёнку я сегодня тепло одела, но у неё тоже сопельки, поэтому лучше, ладно, пусть чуть-чуть потеплее будет. Сейчас мы ещё прогуляемся и, наверное, уже будем заходить вовнутрь. Здесь такой подъём, там спуск, по-моему, такой специальный. Наверное, зимой катаются на лыжах, на сноубордах. Скорее всего, так и есть, просто я давно уже не была здесь зимой. Вот такая горка. Там что-то всё ремонтируют. Вон, кстати, тропинка уходит туда, откуда мы сейчас пришли. Вглубь, а по бокам деревья. Класс, в общем. Так, сейчас я буду в горочку подниматься. Подошла к такому месту, где вот дорога, по которой мы ехали. Видно дома, правда, сквозь забор. И сам торговый центр. Оно на колесо обозрения. Народу вообще никого. Классно. А небо, кстати, тучки такие тяжеловатые. Там вот и город. Только что ехала по верху, было лучше видно, но коляска сильно требезжит, и у меня руки требезжат. Останавливаться что-то как-то не остановилось. Хотела посидеть на лавочке, но заняли. Тут такое классное местечко есть. Вниз спускается ступень уже к самому торговому центру. Там вот озеро. А здесь вот красиво. Кстати, там надо как-то к фонтану всё-таки подойти сегодня. А здесь идёт вверх подъём к колесу. Погода на самом деле распогодилась. Да, Алёнушку. Постегнуть что-то. Вообще тепло одета девочка. Ладно, пойду обратно и попробую подойти к фонтану. Остановилась я здесь, чтобы передохнуть. Что-то уж жарко стало, находилось. Вот тут ещё тоже такой причал. Ну не причал, тут всё в тропинках вообще классно. Большие камни, беседка. Вот сейчас покажу. А вообще вот такой вот вид ещё один. На ТРЦ открывается. Как я не могу дойти до водопада? Я всё его фонтаном называю. Это водопад. Видимо, надо туда в начало спускаться и идти заново. Пока на каждом квадратном метре практически там на возвышенности какая-нибудь карусель стоит. Какие-нибудь беседки, какие-нибудь развлечения. Вот я вот о такой беседке остановилась. То вот говорю, там теннисный корт, о роликах покататься можно. Там вот эту горку, видимо, достраивает. В общем, видно, что парк ещё развивается-развивается. В него вкладывают. Ой! И вообще классно. Очень довольна, что сегодня поехала с Сашей. Торсунышко было засветит. Просто даже отдохнуть. Главное, чтобы сейчас не ливануло, а то пока добежим. Вообще, из последнего у нас такие новости. Мы с Сашей стали проходить одну такую интересную, скажем так, программу, вернее, проходит Саша, я с ним за компанией. И так как бы у него прям всё строго, я так пробую постольку поскольку. Про это всё подробно сам он будет рассказывать. Там у себя у него тоже есть средства массовой информации, где он вещает. И я уже думаю, в конце, когда, надеюсь, что всё благополучно закончится, расскажу, что это было такое. Но вот главная фишка, которая пока тяжело даётся, это не надо пить кофе. А кофе-то как наркотик. Он на самом деле... Сюда, что ли? Видно меня. К нему привыкаешь очень сильно. По крайней мере, я на себе это почувствовала, что просто кофе... Не знаю, такая кофеманка, что до тряски надо кофе и всё там. Утро без кофе-то уже не утро и так далее. А тут нет. Тут что ни кофе, ни чаи, только травяные чаи. Там, ну, водичка, соответственно. И там натуральное всё. И вот это вот сложнее всего. И сегодня второй день. Пока ни грамма кофе не выпила, так голова раскалывается вообще. А здесь ещё на каждом шагу кофейни. Такие ароматы. Просто так и хочется. Ну, надеюсь, что всё благополучно закончится. Сама говори, сама шут. Сейчас водички попьём. Вот, но Саша молодец. Он держится так вот под речком. И у него столько энергии, столько силы, что, наверное, он все эти дни пройдёт на отлично. Ну, я, наверное, тоже, но всё-таки у меня есть кое-что. Какие слабости. Ладно, это вот такие были последние новости. Сейчас пока Алёнка моя спит, просто посижу и подожду Сашу. Наверное, мне где-то ещё с часок его ждать. Ну, ничего. Наконец-то подошла я к водопаду. Он тут такой маленький, но тем не менее всё равно красивый. Здесь такие типа скалы, камни наброшенные. Написано по скалам не паузать. Вот сюда уходят, уходят, уходят. Вот это вот, уходят. Уходят. Вот, уходят. 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 У меня уже батарея сидится у фотоаппарата. Кстати, кажется, дождик капает. Ну, в общем, вот это красивое место на заднем фоне. Вообще-то, мне кажется, классно, если можно было отдохнуть, посидеть, так что-нибудь вкусненькое взять. Как будто на самом деле не в черте города, а за чертой. Еще и такая красота рядышком. Ну все, сейчас я уже все обошла. Пошла внутрь торгового центра и надеюсь, что встречусь там с Сашей. Ну что, Аленка, дождались папу? Да? Скажи, я уже и выспаться успела, нагуляться успела. Сейчас мы тут сидим, водичку пьем с Аленкой, да? И поедем. Да! И поедем домой к братику, да? Вот, скажи, тут моя. Аилка. 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 Продолжение следует...